Беседа 50-я. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, не тот ли этот, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его откуда. Откуда он? Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Иоанн 7, 25, 26. В Божественном Писании ничего не сказано без цели, так как все изречено Духом Святым. Потому мы должны все тщательно исследовать. Часто и по одному в нем слову можно дойти до целой мысли, как, например, и в предложенном ныне месте. Многие, написано из Иерусалимлян, говорили, не тот ли этот, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Зачем прибавлено? Вот и Иерусалима. Этим евангелист показывает, что те, которые по преимуществу удостоились великих чудес, были жалкость тех, что те, которые видели величайшее знамение его божества, все предоставляли суду своих развращенных начальников. В самом деле, не великое ли то было знамение, что люди, неистовствовавшие и дышавшие убийством, люди, следившие за ним, искавшие его убить, имея уже его в руках своих, вдруг успокоились. Кто мог бы это сделать? Кто мог бы так скоро укротить столь великое неистовство? Однако же после таких знамений, смотри, какое у них безумие и неистовство. Не сей ли есть Тот, Которого ищут убить? Смотри, как они сами себя осуждают. Его ищут убить, говорят, и ничего ему не говорят. И не просто ничего не говорят ему, но даже тогда, когда он говорит с дерзновением. А говорят с дерзновением и со всей свободой. Он еще более должен был раздражить их. Но они ничего ему не делают. Разве не уразумели они, что это он, Христос? А вам как кажется? Вы какой произносите о нем суд? Мы говорят противоположный. Почему они говорили? Не знаю, но сего знаем, откуда он. Какая злоба, какое противоречие. Не следует даже призову начальников, а произносят свой суд, несправедливый и достойный их безумия. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Стих 27. Между тем, начальники наши, ваши, будучи с прошлым, именно говорили, что он должен родиться в Вислееме. Были опять и такие, которые говорили. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а сего не знаем, откуда он. Иоанна 9, 29. Вот речи пьяных. И опять. Разве от Галилеи Христос придет? Не от Вислеемцев кихли полей? Стих 41-42. Вот приговор людей неистоствующих. Знаем и не знаем. Христос приходит от Вислеема, и Христос, когда придет, никто не будет знать, откуда будет. Что яснее этого противоречия? Но они заботились только о том, чтобы не веровать. Что же на это Христос? Тогда Иисус возгласил в храме муча и говоря, «И знаете Меня, и знаете, откуда Я? И Я пришел не сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете». Стих 28. «Еще. Если бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Яна 14-7. «Как же Он говорит, что они знают и Его, и откуда Он, а потом, что не знают ни Его, ни Отца? Говоря таким образом, Он не противоречит себе, нет. А напротив, говорит совершенно согласно с самим собою. Говоря «не знаете», Он разумеет другое видение, подобное тому, как говорится, «Сыны Илья, развращенные люди, не знали Господа». 1 Тарст 2.12. И в другом месте, «Израиль же не знает Меня». Исайя 1.3. В этом смысле и Павел говорит, «Бога исповедуют, а делами отметаются». Титул 1.16. Значит, и знающие можно не знать. Итак, Он говорит вот что. «Если Вы Меня знаете, то знаете, что Я Сын Божий». Ведь слова «откуда» указывают здесь не на место, как это видно из прибавления, и не сам от Себя пришел, но пославший Меня истинным есть, которого Вы не знаете. Под неведением Христос разумеет здесь неведение делами, о котором говорит и Павел. «Бога исповедуют знать, а делами отметаются, то был грех не неведения, а злой и порочной воли». Они знают, и однако хотят не знать. Но какая во всем этом связь? Этим образом, Христос в обречении говорит то же, что и они. «Когда именно они сказали, но сего знаем, откуда Он, Он принеса купил, и Меня знаете». Как же они говорили «не знаем», когда Вы сами же говорят «знаем». Но говоря «знаем откуда», они не что иное высказывали, как то, что Он от земли, и Сын плотника. А Христос говорит «знаете откуда Я», то есть не оттуда, откуда Вы предполагаете, но оттуда, где пославший Меня возносил их мысль на небо. Слова «не сам от себя пришел» намекают на то, что они знали, что Он постун от Отца, хотя и не признавались в этом. Итак, Он изобличает их двояким образом. И во-первых, чтобы присыдить их, Он открыто объявляет перед всеми то, что они говорили только тайно. Потом открывает и то, что было у них в душе, говоря как бы так, «Я не из числа людей отверженных и не из тех, которые приходят без всякой причины, но истинен пославший Меня, которого Вы не знаете». Что значит «истинен пославший Меня»? Если Он истинен, то и послал истинно. Если Он истинен, то следует, что истинен и посланный. Это же Он доказывает и другим образом, уловляя их собственными их словами. 330. Так как они говорили, «Христос, когда придет, никто же не будет знать, откуда Он», то Он отсюда и выводит заключение, что Он Сам и есть Христос. «Никто не будет знать», они говорили, имея в виду какое-либо определенное место. А Он отсюда и доказывает, что Он Христос, потому что пришел от Отца, а знание Отца Он всюду приписывает себе одному, говоря, «Никто не видел Отца, но только Сын, сущий от Отца». Иоанн 6,46. «Слова Христовы раздражили их, потому что, сказав, «Вы не знаете Его Отца», и облицив в том, что они, зная, притворяются незнающими, Он действительно уколол, уязвил их. И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его». Стих 30. Видишь ли, как невидимые силы, они удерживаются, и как их гнев обуздывается. Но чего Евангелий не сказал, что удержал их невидимые силы, но еще не пришел час Его. Он хотел выразиться человекообразнее, смиреннее, чтобы на Христа смотрели, как на человека. Он везде говорит о Нем возвышенно, а потом по местам примешивает и это. Когда же Христос говорит, «Я от Него», то говорит не как пророк, которому сообщается ведение, но как созерцающий Его Отца, Иисусе в Нем. «Я знаю Его», говорит, «так как я от Него». Стих 29. Видишь ли, как Он всюду подтверждает слова Свои. «Не сам от себя пришел, но пославший Меня истинный есть, стараясь убедить в том, чтобы не считали Его чуждым Богу». И смотри, какой плод от смиренных слов. После этого сказано, «Многие говорили из народа, уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил». Стих 31. Сколько же знамений? Было только три знамения. Именно. Притворение воды в вино, знамение над Расслабленным и над Сыном Саредворца. А больше евангелист не сообщает ни об одном. А из этого видно, что евангелисты, как я часто говорил, многое проходит молчанием и говорят нам о том, из-за чего злодействовали начальники. Искали же Его, чтобы взять и убить. Кто искал? Не народ, который не домогался начальству и не мог быть увлечен завистью, а священники. Народ со своей стороны говорил, «Христос, когда придет, неужели большее знамение сотворит?» Впрочем, и это не была вера здравая, а вера, какая обыкновенная бывает у простого народа. Сказав, когда придет, народ тем показал, что он не вполне убежден, что Иисус есть Христос. И так, или по этой причине народ сказал те слова, или потому, что говорил при многолюдном собрании. Так как начальники всячески старались доказать, что он не Христос, то народ сказал, положим, что он не Христос. Но разве Христос будет лучше Его? Люди простые и грубые, я всегда это говорю, привлекаются не учением или проповедью, а чудесами. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники, служителей, схватить Его. Видишь ли, что нарушение субботы было только предлогом, и что более всего уязвляло их именно это, сочувствие народа. Так как в настоящем случае они не находили ничего ни в Его словах, ни в делах, за что бы могли обвинить, то хотели схватить Его ради народа, но сами не смели предвидеть опасность, а послали наемных слуг. Какое насилие и неистовство, и лучше какое безумие! Сами много раз покушались, но не могли, и вот поручают это дело слугам, чтобы как-нибудь удовлетворить своей ярости. Много беседовал он и прикупели, и они ничего такого не сделали, намеревались, правда, схватить Его, но не решились. А теперь они уже не могут боли выносить, так как народ готов был устремиться к Нему. Что же Христос? Иисус же сказал им, «Еще недолго быть Мне с вами, и пойду к пославшему Меня». Стих 33. Имея силы преклонить и устрашить слушателей, Он произносит слова, исполненные смиренно мудрее, и говорит как бы так. «Зачем вы стараетесь убить Меня и преследовать?» «Перпейте немного. Я дозволю вам задержать Меня и без вашего старания». Потом, чтобы кто не подумал, что в словах «Еще малое время я с вами», он говорит об общей для всех смерти, а так и действительно думали. Чтобы говорю, кто не подумал этого, а вместе и того, что по смерти он уже не будет действовать, он превосокупил, «И где я, туда вы не можете прийти. Будете искать Меня и не найдете». Если бы он должен был встать в области смерти, то и они могли бы туда прийти, потому что все мы туда отходим. Эти слова преклонили к нему людей простых, устрашили дерзких, а любознательных побудили спешить к слушанию, потому что уже немного остается времени и не всегда можно будет пользоваться таким учением. И он не сказал просто «здесь есть, но с вами», то есть «хотя вы меня преследуете и гоните, но я и на короткое время не перестану устроять ваше счастье». Говорит то, что относится к вашему спасению и наставлять вас. «Иду к пославшему Меня». Это, естественно, могло устрашить их и привезть в беспокойство, потому что здесь он показывает, что придет время, когда они будут нуждаться в нем. «Будете искать Меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Говорит. «Не только не забудете, но и взыщите Меня и не найдете». Когда же иудеи искали его? Лука говорит, что на нем плакали жены, и, вероятно, и многие другие, как тогда, так и при пленении города, вспоминали о Христе, о чудесах, и желали его присутствия. Все же это он сказал для того, чтобы привлечь их к себе. И действительно, как то, что уже немного оставалось времени, так и то, что по отшествии он будет для них вожделенным, и что уже нельзя будет найти его. Все это могло расположить их, обратиться к нему. Если бы его присутствие не должно было сделаться для них вожделенным, то в его словах не было бы для них ничего особенно важного. С другой стороны, если бы оно и должно было сделаться вожделенным, то можно было бы найти его, то этим он не смутил бы их. Равным образом, если бы он еще долгое время оставался среди них, то и в этом случае они были бы беззаботны. Но теперь он со всех сторон тревожит их и устрашает, а слова иду к пославшему, меня, показывают, что от их злого умысла он не потерпит никакого вреда, и что его страдания будут добровольные. Итак, он изрек два предсказания. Одно, что спустя немного времени он отойдет, другое, что они не придут к нему. Что он предсказал свою кончину? Это, конечно, не было делом ума человеческого. Смотри, вот и Давид говорит, скажи мне, Господи, кончину моих, число дней моих, какое оно, чтобы я уразумел это. Солом 38.5. Да и подлинно никто не может узнать этого. От одного же предсказания получает достоверность и другое. А я думаю, что те слова прикровенно относились и к слугам, и что Христос и к ним обращал свою речь, чем наиболее привлек их к себе, показав, что знает, зачем они пришли. Он как бы так говорил, потерпите немного, и я отойду. Причем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти. Правду сказать тем, которые желали освободиться от него и употребляли все средства, чтобы не видеть его, не следовало бы доискивать все этого, а следовало сказать, мы рады, что ты уходишь. Когда так это будет? Однако же слова Христова несколько тронули их, и они стали спрашивать друг друга, делая неразумное предположение. Куда он хочет идти? Так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит еленское рассеяние? Так иудеи называли язычников, потому что те были повсюду рассеяны и беспрепятственно смешивались одни с другими. Этому же поношению подверглись впоследствии сами иудеи, потому что они были рассеяны. Но в древности весь иудейский народ был собран в одно место, и иудеи нельзя было найти нигде, кроме Палестины. Потому-то они называли язычников рассеянием, понося их и величаясь собою. А что значит, куда я иду, вы не можете прийти? В то время иудеи были уже смешаны с язычниками и находились во всех странах света. Следовательно, если бы Христос указывал здесь на язычников, то не сказал бы, туда вы не можете прийти. А те, которые говорили, не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Не сказали? И губить еленов, но учить. Таким образом, они уже оставили свой гнев и поверили словам его. Если бы не поверили, то не стали бы спрашивать друг друга, что это слово значит? Но это было сказано иудеям, а я боюсь, чтобы и к нам не имели приложения те слова. То есть, что где он, туда мы не можем прийти, по причине нашей жизни, исполненной грехов. О своих учениках Христос говорил, хочу, чтобы где я, там и вы были со мною. Иоанн 17.24 Об нас же боюсь, чтобы не было сказано противного. Где я, туда вы не можете прийти. В самом деле, как нам прийти туда, когда мы поступаем вопреки заповедям? Ведь в настоящей жизни, если кто-либо из воинов станет действовать несоответственно с достоинством царя, то не будет иметь возможности видеть царя, а напротив, лишиться своей власти и подвергнется величайшему наказанию. Так и мы, если будем похищать и лихаимствовать, если станем оказывать несправедливости и обиды, и не будем творить милостыни, то не только лишимся возможности прийти туда, но и потерпим то же, что случилось с девами. А они не могли войти туда, где был жених, но удалились, потому что угасли их светильники, то есть оставила их благодать. Действительно, этот огонь, который мы получили по благодати духа, если захотим, мы можем усилить. Если же не захотим, тотчас угасим его. А когда он угаснет, в наших душах не останется ничего, кроме тьмы. Как с вожжением светильника появляется большой свет, так с его погашением не останется ничего, кроме мрака. Поэтому сказано, духа не угошайте. 1 Фессалоникийцам 5.19 Угасает же тогда, когда не имеет елея, когда подвергается какому-либо сильному напору ветра, когда подавляется и стесняется. От этого именно и гаснет огонь. Подавляется же житейскими заботами и угасает от злых пожеланий. Но при этом, ничто так не угошает огонь духа, как бессиловетие, жестокость и хищничество. Если мы, не имея елея, нальем еще холодную воду, а это есть лихаинство, охлаждающее унынием души обижаемых, то как тогда он может загореться? И вот мы отойдем отсюда, неся с собой золу и пепел, окруженный великим дымом, который будет обличать нас в том, что мы угасили свои светильники. Но не дай Бог никому услышать этот голос. Не знаю вас! А когда можно услышать его, как не тогда, когда, видя бедного, мы остаемся в таком же расположении духа, как если бы не видели. Если мы не хотим знать Христа, когда он алчит, то не узнает и он нас, когда мы будем нуждаться в его милости. И справедливо, кто презирает несчастного и не подает своего, тот не должен, надеется, получить что-либо из того, что не его. Потому, умоляю вас, будем всячески заботиться, стараться, чтобы не оскудел у нас елей, чтобы наши светильники были украшены, и мы могли вместе с женихом войти в брачный чертог. Чего да исподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Продолжение следует...